Я приветствую тех, кто обожает всё, что связано с зомби, и жить не может без зомби в мове. Джон Гуден меня величать, и в рубрике JTV News я, как всегда, поведаю о самых крутых фактах кино и секретных технологиях на съёмочных площадках. Уже как 17 лет прошло с момента выхода ремейкера «Света мертвецов» Зака Снайдера. И, кстати, это был самое что ни на есть дебют режиссёра, и Зак прекрасно зарекомендовал себе в этом жанре. Получилось сильное, кроваво, напряжённое и в целом очень круто для первого полнометражного фильма Снайдера. Далее, год за годом, режиссёр уходил всё больше в героические ленды, такие как «Хранители», «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена» и, конечно же, «Четырёхчасовая лига справедливости». Ах да, «Атрисы спартанцев» тоже незабываемое дело рук Снайдера. Но никаких ходящих или бегущих мертвецов больше не было. Зритель стал забывать, на что способен Зак, пока не появились трейлеры, а затем и сам фильм «Армия мертвецов», где наёмная банда профессионалов решает сорвать большой куш в тёмных углах зомби Лас-Вегаса, пока на город не сбросили ядерную бомбу. Фильм получился, наверное, на 7 баллов, из 10 по кинопоиску несёт скорее развлекательный формат, нежели чем драму «Как в расцвете мертвецов». Смотреть, конечно же, стоит, а ещё больше стоит обратить внимание на то, каким образом снимались самые эпичные сцены и персонажи этого фильма. Да, в фильме есть зомби-тигр по кличке Валентайн, и это ни разу не спойлер, так как нам 100 тысяч раз продемонстрировали его в трейлерах. Одноглазый, облезлый и голодный хищник всё время находится среди полчищ мертвецов, и ещё чем бы ему подкрепиться. Конечно же, смотрится зверь очень круто, ведь мы прекрасно помним, что до полного метра Зак Снайдер занимался съёмками клипов с красочной графикой, что в будущем стало его узнаваемым почерком. Что же касается красавца Валентайна, то его создание поделился Маркус Таармина, каскадёр и супервайзер по визуальным эффектам фильма. Для комик-бук он рассказал, что тигр компьютерный только отчасти. Мы использовали тот же приём, что и Джеймс Ганн при создании реактивного енота в «Стражах галактики». Наш каскадёр в зелёном костюме отыгрывал тигра до того, как он был доработан в графическом редакторе. Всё это было нужно для того, чтобы актёры реагировали на Валентайна более живо и правдоподобно. Например, при создании сцены, где Валентайн запрыгивает на крышу автомобиля, наш каскадёр действительно на четвереньках прыгал по машине, чтобы она тряслась. Он невероятно вошёл в роль, и нам с режиссёром было забавно наблюдать его забеги, рассказал Таармина. Как выяснилось, это не первый раз, когда нам демонстрировали модель тигра в кино про зомби. Насколько я помню, в седьмом сезоне «Ходячих мертвецов», а сериала я как бы не смотрю, была сцена, где тигр участвует в потасовке с зомби-людьми. И как вы думаете, каким же образом это было снято? Совершенно верно, если не знаете, как снимать хищников, зовите человека в синим или зелёном хромакейном трико, и правда, подобная сцена с животным вам обеспечена. Но если уж покумекать и вспомнить ещё раньше, то сцена схватки Ди Каприо с медведем в фильме «Выживший» 2015 года, была снята абсолютно точно таким же образом. Но вернёмся к «Армии мертвецов», при создании которой у Нетфликса неоднократно возникали проблемы. И одна из самых сложных, на которую публика быстро обратила внимание, это замена пилота вертолёта. Как вы уже знаете, его в «Армии мертвецов» должен был сыграть комик Рис Делли, а собственно он успел отсняться во всех сценах, когда нежданно и негаданно подоспели обвинения в педофилии. В итоге Нетфликс быстро сообразил, что пахнет жареным, и сделал ход конём, заменив его на открытую лесбуху Тихнотара. И при таком серьёзном повороте событий, на досъёмки пришлось серьёзно потратиться. Почти везде обошлись зелёным экраном, так что актрисе даже не пришлось знакомиться с коллегами по фильму. Поработать с ней вживую удалось лишь Ане де Ларри Герри, а вот Дэйв Батиста такого счастья лишился, и это его реально сильно беспокоит. Актёр поделился своими мыслями и переживаниями по этому поводу. Это странно, потому что меня там не было, но когда я смотрел фильм, казалось, что я там присутствовал. Я не думаю, что фильм что-то потерял. Любой, кто не знает, в чём дело, даже не обратит на это внимание. Тих с её химией вписалась просто отлично. Когда я смотрел фильм, меня сильно беспокоило, что я не знаю Тих. Я чувствую, что должен знать её, я хочу встретиться с ней и сказать, как потрясающе она сыграла. У меня была такая возможность с остальными коллегами, но, к сожалению, не с ней. Заявил Дракс из «Стражей Галактики». Однако все сложности стриминговой платформе, Снайдеру и его съёмочной команде вместе с актёрами всё-таки удалось преодолеть. Оттого и вышел фильм довольно-таки динамичным и незамысловатым. Хотя по факту другого от зомби-муви требовать и не стоит, ведь это и есть специфика жанра. В копилке Гудвин ТВ каким-то образом накопилось аж целых три топа фильмов про зомби. Ссылочками, как всегда, поделюсь в описании. Если хотите заполучить четвёртый топ фильмов о зомби, пишите фразочку в комментах «Я люблю мозги» и новенький зомбо-топ обязательно будет. Посмотрим, сколько вас таких ненормальных наберётся. Влепите лайкос этому видео, если понравилось или нет, не важно. И обязательно бахните по колокольчику, чтобы не пропустить свежий ролик от Гудвин ТВ. Подписывайтесь на канал, а я пошёл смотреть «Гнев человеческий» и «Никто». Те фильмы, которые я по каким-то причинам упустил. Всем солнечного лета, до новых встреч, пупсики, и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»